Значит, мы подошли к моменту, что он получает власть, да, от сатаны, и с этого момента он уже, то есть это первых три с половиной года он был успешным, повторяюсь, да, ну, чтобы уже было понятно, к чему мы идем. Значит, первых три с половиной года он успешный правитель, да, и в итоге мы видим, что он приходит к тому, что он становится главой, как бы, во всем мире, да, попирая всех, вот, в этот момент, когда он становится главой, происходят военные действия в небесах, в результате чего дьявол и все его помощники, они сброшены на землю, вот, и в этот момент дьявол дает, входит в этого человека, да, и дает ему полную власть со своей стороны, и этот человек становится антихристом. И вот тут начинаются развиваться еще следующие события, что этот человек, уже антихрист, говорим о нем, антихрист, да, значит, вначале он, мы прочитали пятый, шестой стих, он начинает с того, что он хулит Бога, седьмой стих, говорит, читайте седьмой стих. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. Значит, он побеждает всех святых, и помните, да, что первых три с половиной года мы читали в предыдущих главах, да, что два свидетеля стоят, и никто не мог с ними ничего сделать, но по истечении этих трех с половиной лет их убивают. Вот это этот момент, что ему дана власть вести войну со всеми святыми, и он побеждает. То есть он убивает их, да, и начинается с этого промежутка времени, со смерти вот этих двух свидетелей, это все выпадает на этот момент падения, то есть середина, середина, да, понятно, это семилетнего периода. Все события вот эти вот, они выпадают на середину, откуда начинается, вот, вернее, уже это уже началась тьма, другими словами. То есть началась первая часть уже другого дня, но семилетний период, это как бы светлая часть предыдущего дня, да, при наступлении дня Господня. Помните, мы говорили, что Илья придет при наступлении дня Господня, то есть перед наступлением дня, да, то есть вот началось оно во свете, да, было вознесение церкви, это был свет, обращение многих в этот момент, да, и два свидетеля, 144 тысячи, вот, появившиеся, я думаю, многие другие верующие, ну, появятся в этот момент, от проповеди того же свидетеля, от проповеди этих 144 тысяч, появятся многие другие. Знаете, есть такое еще мнение, что, ну, не вся церковь будет взята, а только достойные будут взяты. Слышали, может быть, такое выражение, да? И, а? Знаете, трудно сказать вообще, ответ, ну, найти ответ на этот вопрос. В том смысле, что, я скажу, что, ну, допустим, большая часть верующих, таких, которые, ну, не новых верующих, знаете, вот, баптисты, писядники, да, вот, они большей части, как бы, придерживаются мнению, что все-таки в действительности к вознесению надо еще будет заслужить вознесение. То есть, не каждый, как бы, спасенный человек, который живет каким-то странным образом, да, то он будет вознесен, вот. Знаете, и мне хочется, честно говоря, с ними соглашаться в этом вопросе. Я скажу, я скажу, что мне хочется соглашаться с ними в этом вопросе, что в действительности, как бы, ну, в момент вознесения человек должен подойти к этому вопросу. И еще, знаете, на основании многих даже моментов, которые мы можем увидеть, притчи, о которых рассказывает Мессия, да, помните о девах, например, притчи, да, мудрые, не мудрые, что одни вошли, а другие не успели, да, потому что были не мудрыми и не запаслись маслом. То есть, на основании этого я бы сказал, что это в действительности, наверное, является, ну, фактом, реальностью того, что не каждый еще называющий себя спасенным человеком, да, называющий себя верующим, будет вознесен в этот момент. То есть, этого надо еще, как бы, заслужить. Знаете, мы, я всегда говорю так, мы спасение получаем по благодати, а вот за все остальное надо потрудиться еще. Понятно, да? Ну, как бы, вот мое такое мнение. А тут есть же другие моменты, значит, скажем, притча о тех людях, которые были наняты в начале дня, в обед и вечером. Здесь идет речь, естественно, о спасении. Но это также можно рассматривать и как, скажем, плата за то, что уверовали. Подождите, значит, если мы говорим о спасении и вознесении, это два разных момента. Понятно, да? Человек может быть спасенным, но не быть в тот момент вознесенным. Он может остаться на период скорби. А вопрос спасенный как бы из огня в последний момент? Вопрос по поводу спасения как бы из огня. Я считаю, что люди и сегодня могут быть спасенными как бы из огня. Люди, которые, например, покаялись на ложе своем, да? Ну, смертном. А вот. И за ними нету никаких дел. Понимаете, да? Если вы прочитаете этот отрывок, где говорится о спасении как бы из огня, то вначале говорится, что один строит так, да? Помните? Один строит по-другому, да? И каждого дела проверится. И в итоге будут те, которые будут спасены как бы из огня. То есть это говорит о чем? Что некоторые получат спасение как бы из огня по той причине, что у них нету никаких дел в итоге. Потому что их дело проверится огнем, все сгорит и ничего не останется. И Бог по милости своей даст им спасение, но как бы из огня. А еще такой вариант спасения по вере. И что сказал Фоме? Ты уверовал, потому что увидел. Блаженно же не видевшие, но уверовавшие. То есть вот те, кто веруют, не видя, спасаются по благодати. Значит, ну когда наступают дни скорби, многие увидев воскресенье, значит, ой, вознесение. Значит, увидев вот все вот эти вот вещи, которые происходят, опять-таки изучая Писание, вспоминая что-то, они начинают обращаться, церкви уже на земле нет, но они начинают обращаться, но для того, чтобы им быть спасенными, им необходимо исполнить закон. Наказание за грех смерть. То есть они такие погибают. Но через эту смерть, то есть она, естественно, не является искупительной жертвой. Но им приходится погибнуть для того, чтобы таки войти в Божье присутствие. И поэтому Ишуа сказал, блаженно не видевшие и нововеровшие. Это версия, сразу говорю, это версия. Понятно, но это очень, значит, послушайте, послушайте. Давайте остановимся на том моменте, что будет вознесение. И после вознесения, в этот семилетний период времени, особенно в первые три с половиной года, да, будут спасенные люди. Это факт, о котором говорит Писание, и от которого мы не можем никак деться и никуда убежать. Потому что здесь мы читаем, что этот антихрист, он в 7 стихе, да, что он ведет войну со святыми, и он победит их, да. Накануне мы читали о том, что было два свидетеля, 144 тысячи. Эти два свидетеля были убиты. И они убиты были кем? Этим человеком, антихристом. Ну, понимаете, да? Значит, и вот это все начало, к чему я веду, что это начало вот этого темного периода, этого семилетнего периода скорби. То есть этот период, он очень, как бы, вообще становится, на самом деле, таким страшным периодом. Потому что продолжением этого периода говорится то, что в результате ложного его смерти и воскрешения и тех чудес, которые будет совершать второй зверь, который будет пророком его, лжепророком, да, то есть будут прельщаться многие. И написано, что кто не будет записан в книгу жизни, да, тот прельстится. И мы видим, что он себя уже определяет и провозглашает кем? Ну, вот мы читали не просто Мессии. Значит, смотрите, мы читали 14 стих. Давайте еще раз 14 стих. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря о живущем на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча. Значит, во-первых, говорится о том, чтобы сделали образ его, да. Понимаете, что такое обозначает образ его сделать? Ну, это вывести его в ранг Бога, да? Понятно или нет? И здесь в 8 стихе написано, что и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, у агнца заклана от создания. То есть ему будет поклоняться. И можно понять одно, что поклоняются, ну, в том смысле, о котором говорит Библия, да, поклоняются только, ну, тому, кого считают Богом, божеством там и так далее. Понятно, да? То есть он возводит себя в ранг Бога, и он объявляет себя Богом для всех. Значит, существует такое мнение, что в то время находящиеся евреи, которые себя считают правоверными, да, которые приносили жертву, ну, предстоящих, да, 3,5 года и так далее, что эта часть еврейского населения не захочет поклониться ему, вот, потому что они не воспримут его как Бога, да. И так же считается, что и арабские мусульмане так же не захотят поклониться ему, вот. То есть основывают на рассматривании так же откровений 14 главы, вот, включительно 16 и Исаия 61 главу, вот, где говорится о том, что многие будут истребляемыми в этот период времени. То есть все эти главы, вообще, начиная с 14 по 19 главу, они описывают вот этот вот период скорби. Значит, в итоге, после всех этих, как бы, массовых различных убийств мы приходим к тому, что... Ну, давайте еще здесь несколько моментов в самой этой главе, да. Давайте еще прочитаем последних три стиха, которых мы не читали. 16, 17 и 18. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим свободными рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Значит, ну, это, как бы, больше вот эти вот отрывки из Писания, да, он более, как бы, популярен и известен среди, ну, большинства не только христиан, да, но и также людей, которые... Значит, здесь все только так, как написано, на самом деле. То есть здесь особого, как бы, ну, такого ничего не придумаешь, потому что здесь все, как написано, в том смысле, что, значит, люди, которые не... Ну, которые поклонятся ему, да, в итоге получат начертание. И поэтому сегодня многие боятся, да, получить код какой-то там или что-нибудь еще, подразумевая, что это... Что это что-нибудь такое. Но, знаете, все уже движется к тому, что сегодня уже приходят в некоторых странах к тому, чтобы вживлять определенные коды в руку человека, в которых будет содержаться информация о человеке, да, идентификация человека полностью. Там будет все. Паспортные данные, его... Ну, все, 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 вся информация о нем. Все, все, что, короче, связано с человеком, уже сегодня, как бы, это уже реально, уже можно встретить, что уже практикуется, да. То есть тогда, когда писал, конечно, Иоанн, может быть, это было вообще непонятным, что ж такое там это будет происходить. Но сегодня мы уже можем это видеть, как это даже может происходить, да, очень просто. Ну, то есть, скажем так, что сегодня, если есть чип в обычных карточках, да, то, учитывая то, что наше тело биологически может вырабатывать энергию, да, то могут делать все, что угодно. Как, например, там работают над тем, чтобы, да, чтобы сделать компьютеры, которые будут работать от просто тела, от вырабатываемой энергии, которая производит тело само. То есть человек, имея компьютер, да, ему не надо будет батарейка, ему не нужно будет заряжать где-то этот вот. Поэтому это говорит о том, что на сегодняшний день, уже на сегодняшний день, я не говорю, что будет завтра, и мы не знаем, когда будут все эти происходить точные действия, да. Но, во всяком случае, можно сказать, что это действительно уже близко. Понимаете, да? Что это уже очень близко на самом деле. Потому что все сегодня, оно показывает то, что... Важно только отметить то, что... Ну, хорошо, сейчас. И важно то, что в этот период времени, в эти три с половиной года, что люди, которые не примут это начертание, да, они будут переживать особенные трудности. Потому что они не смогут ничего купить. Видите, написано так, да, что никто не имеет начертания или имя зверя, или число имени его, да. То никто не может ничего ни покупать, ни продавать. Вот. То есть они будут находиться в определенных действительности трудных ситуациях. То есть они будут, ну, как мы сегодня говорим, гонимы, да. Кого не убьют, того будут гнать достаточно серьезно. Вот. Ну, и здесь сказано насчет этого числа 666, что это число человеческое, да. Сколько бы шестерок не продолжалось бы дальше, да, это число не станет никогда семеркой. То есть стремление... Да. То есть стремление, стремление, как бы, вот в этом вот вопросе, да, даже подделаться, ну, это как бы так, знаете, такое выражение, подделаться, как бы, в образ Божий, да, оно все равно не дойдет до истины, потому что сколько бы это не было шестерок, оно никогда не станет семеркой в итоге. В 188-м салме есть место, которое говорит, я видел предел всякому совершенству, но заповедь Божия весьма обширна. Вот. Поэтому в итоге это говорит о том, что на самом деле это всего лишь остается человеком, этот антихрист, да? Чего-то не хватает, Боже. Да. То есть ему так и не хватает. Самого главного, ему не хватило покаяния пред Богом, вот, и следования за Богом. Итак. Перейдем к моменту того, что вот уже подходит то время, когда наступает этот момент, когда израильтяне, евреи, они воззовут, мы подходим уже к этому моменту, и как бы такое выражение, что мир во всем мире зависит от того, как весь Израиль примирится с Богом. Вот. Помните, да, эти лозунги? Мир во всем мире и так далее. Вот. Но в действительности мир во всем мире наступит в тот момент, когда Израиль примирится с Богом. Вот. Значит, несколько давайте посмотрим стихов. Захария. Захария. Тринадцатая глава. Восьмой, девятый стих. Захария. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это Мой народ. И они скажут, Господь, Бог Мой. То есть, отсюда мы видим, что две третьи части земли будут уничтожены. И эти события, они будут происходить на протяжении всего этого трех с половиной летия, этого промежутка. Ну, основные, как бы можно сказать, массовые уничтожения будут в самом конце этого семилетнего периода, перед тем, как Мессия вернется. И в отношении еврейского народа также две трети будет уничтожено. И только одна треть, Бог говорит о том, что он третью часть, видите, он ведет в огонь, расплавит их, как плавит серебро, очищу их, как очищает золото, они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это Мой народ, и они скажут, Господь, Бог Мой. То есть, исполнятся здесь слова, которые записаны в римлянах, что весь Израиль спасется. Знаете, многие говорят, ну, зачем же проповедовать Евангелие евреям? Все равно же весь Израиль спасется. Я говорю, да, оставшиеся в живых на тот момент. А те, которые не спасутся до этого времени, да, и не войдут в эту одну третью часть, они погибнут. Вы понимаете, да? Да. То есть, если рассматривать это в целостности, то можно увидеть, что на самом деле, то есть, ну, глупо говорить о том, что весь Израиль спасется. Ну, в том смысле. Да, остаток спасется. Тот, который вот одна треть вот это останется, потому что они воззовут и обратятся к Господу, и Он придет в этот момент. Значит, когда израильтяне воззовут о помощи, к чему это приведет? Здесь мы видим во второй половине этого стиха, что они призовут имя Мое, да, и Я услышу их и скажу, это Мой народ, и они скажут, скажут, Господь Бог Мой. То есть, это приведет к тому, что их воззвание будет услышано, и все оставшиеся в живых на тот момент получат спасение. Также в 12 главе можем прочитать 9-10 стих. 12 глава Захария, Захария 12 глава, 9-10 стих. И будет тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбить, как скорбят о первенце. То есть, в этот момент произойдет то, что они воззовут к тому, которого пронзили. Еще давайте откроем Откровение 19 главу. Книга Откровений 19 глава. Откровение 19 глава. Откровение 19 глава. Откровение 19 глава. Откровение до конца главы. И увидел Я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на Нем, называется верный, истинный, который праведно судит и воинствует. Отче у Него, как пламень огненный, и на голове Его много Диодим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам и летающим посреди неба, летите, соберитесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов и малых и великих. И увидел я зверей и царей земных и воинств собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серую, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. На ваш взгляд, о чем здесь идет речь? Правильно, это возвращение Мессии. Что еще? Как называется это сражение? Армагеддон, да, совершенно правильно. Это Итак, хочу еще тут отметить приход Мессии наступает в этот момент. В этот момент оставшаяся часть Израиля, одна треть, они воскликнут благосовен грядущего имя Господня, да, вот, и все они спасутся, произойдет великое сражение, и мы только что читали, да, что цари земные там и так далее, короче, все-все-все-все кто поклонятся зверю, да, Все, кто примет этого антимессию, все, кто примет начертание себе на руку, на чело, они все выступят в сражении против мессии. Но они будут побеждены. Написано, что он мечом своим убьет всех, а зверь, как там сказано? Прочитайте кто-нибудь. По-моему, 20 стих. И схвачен был звери, с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверей и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящие серою. Это тоже очень интересный момент в том смысле, что все остальные, они были убиты. Это знаете, что означает? Что они еще воскреснут на суд Божий. А зверь и лжепророк, они сразу брошены в озеро огненное. Для них суда уже не будет. Если и другие еще придут на суд и будут судимы, то для этих двоих уже суда нет. Их сразу бросили в озеро огненное. То есть для них уже суд как бы вынесен окончательно. Значит, с этого момента, с пришествия Мессии, начинается новый период в истории, который называется Мессианское царство. Мессианское царство. И он продлится ровно одну тысячу лет. Этот период продлится ровно одну тысячу лет. Что особенного, если вы помните, мы вчера говорили, произойдет в этот момент еще? Помните, когда мы говорили о физических благословениях? Значит, смотрите, это начало, начало полного установления Нового Завета. Потому что здесь будет полное физическое благословение и полное духовное благословение. Понимаете, да? Из того, что мы вчера говорили, да? Вчера или позавчерк? Вчера. Начало полного физического и духовного благословения. Интересно то, что все на этот момент, оставшиеся в живых, будут верующими. То есть здесь уже не останется ни одного неверующего. Вот на этот момент. Все на этот момент, на момент, когда Мессия станет царем, все будут верующими. Сейчас, мы же продолжаем еще, друзья мои. Забегая наперед, скажу, что будет еще одна последняя битва, которая произойдет в конце Тысячелетнего Царства. А? Ну, она характеризуется все равно, как битва. Вот. Значит, будет еще одна битва. Ну, о ней в конце. Давайте рассмотрим несколько моментов самого Царства и его конструкции. Самого вот этого Мессианского Царства, Тысячелетнего Царства. и его конструкции. Значит, его основное содержание этого Царства – это духовное содержание. будет предшествовать несколько вещей, о которых мы уже говорили. Захария 12.10, что они возрядно того, которого пронзили. 13.1, Захария. Захария 13.1. Захария 13.1. В тот день откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. То есть этот день, этот день, который… Израиль будет очищен от греха и омыт от всякой нечистоты. Ещё раз повторюсь, потому что это часть духовного, что в этот момент наступит мир во всём мире, потому что Израиль узнает и примет Господа. И наступит в полноте Новый Завет, о котором говорится в Еремии 31, 31, 33, 34 стихи. Мы не будем читать их, мы уже их читали. Значит немножко о политической, так сказать, сущности самого царства. Политической сущности. Считается, что и принято, что Второй Псалом, Он рассказывает первых три стиха, говорится о описании последних дней скорби. Отлично. 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 «Зачем метутся народы и племена, замышляя тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». В первых три стиха, общепринято, что они являются описанием последних дней скорби. И дальнейшие стихи являются программой, которая есть у Бога в отношении мессианского царства. Можно читать дальше. «Живущие на небесах посмеются, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе». «Секундочку. Значит, здесь мы видим, говорится о том, что у Бога есть царь для этого царства. И здесь говорится в восьмом стихе, что он дает ему в управление все народы. Причем, знаете, управление, которое будет достаточно, ну, можно даже сказать таким словом, жестким. Потому что нужно будет поступать только в одном понятии, так, как говорит царь, и все. Других не будет никаких ни компромиссов, ничего другого. То есть одно только направление. Читай дальше. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразивших жезлом железным сокрушивших, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь суде земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. Аминь. Значит, Иерусалим станет столицей мира. Это как политическая сущность. Дальше. Исайя, 2 глава. Со второго стиха. Второй, треть, четвертый. И будет последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. И возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и зайдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена. И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Значит, мы видим здесь, что Иерусалим становится столицей мира. Люди приходят для того, чтобы поклоняться в Иерусалим, да? И видим также то, что больше не будет войны. Весь этот промежуток времени войны больше не будет. И последнее, это Захария, 14 глава, 16-19. Еще одно подтверждение того, что все будут приходить для поклонения в Иерусалим. В данном случае описывается праздник Суккот. Захария, 14 глава, 16-19. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. То есть, видите, конкретно, да? Нету никаких компромиссов, как я сказал, да, или еще что-то. То есть, конкретно. Все народы приходят для поклонения. Все живут в стандартном одном понимании. Сделаем перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова